Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Труженики тыла, все, кто освобождал кубанскую землю и восстанавливал страну, примите искренние слова благодарности за великую победу, за процветающую Кубань. Низкий поклон и вечная слава героям! Великая Отечественная война Она унесла 500 тысяч жизней кубанцев. Каждый пятый житель края ушел на фронт. Из добровольцев было создано более 90 истребительных батальонов и три казачьих соединения. Места фронтовиков на производстве заняли женщины, дети, старики. Три четверти промышленных предприятий стали работать на нужды обороны. Выпускали снаряды, мины, гранаты, минометы, автоматы. Колхозники в 1941 году вырастили и убрали небывалые урожаи. Об этом сообщало СОМ-информбюро. В конце июня 1942 года фашисты начали наступление в направлении Северного Кавказа. В ходе упорных боев гитлеровцам удалось к началу сентября захватить почти всю территорию Краснодарского края. За исключением городов Сочи, Топсе, Геленджик и прилегающих к ним районов. Окупанты замучили и убили более 60 тысяч кубанцев. Около 32 тысяч были угнаны в Германию. Это жертвы зондеркоманды СС. На месте захоронения краснодарцев, погибших в Душегубках, установлен памятник. Около 6,5 тысяч жителей края ушли в партизаны. Действиями 73 отрядов, сгруппированных в 7 соединений, руководил штаб партизанского движения во главе с Селезневым. Развернулась широкая сеть подполья. Партизаны и подпольщики проводили эвакуацию населения и имущества. Разведку нарушали коммуникации врага. Уничтожали группы вражеских солдат и офицеров. Карали предателей. Партизаны истребили 12 тысяч солдат и офицеров. Разбили 14 эшелонов врага. Разгром гитлеровцев под Сталинградом создал условия для освобождения Северного Кавказа. На территории Кубани действовали войска Северокавказского фронта. На подступах к Краснодару войскам пришлось преодолевать значительные оборонительные сооружения врага. 12 февраля 1943 года административный центр края был освобожден. В весенне-летних боях советские войны покрыли себя неувядаемой славой. В небе Кубани происходила крупнейшая воздушная битва, в которой немцы потеряли 1100 самолетов. 20 из них сбил выпускник Краснодарского аэроклуба, трижды герой Советского Союза Покрышкин. Осень 1943 года. Прорыв 110-километровой голубой линии. Главный удар наносился по Новороссийску, где еще в феврале отрядом моряков под командованием майора Куникова был захвачен плацдарм «Малая земля». На каждого из ее защитников пришлось 1250 килограмм металла, но они выстояли. Напряженные бои происходили в районе Анапы. 9 октября 1943 года части 56-й армии вышли к берегам Керченского пролива. Так завершилась битва за Кавказ. Субтитры создавал DimaTorzok